Привет, с вами Илья, и сегодня же еще один разбор, не разбор, а как бы распаковка, распаковка и обзор, нового, да, выпуска, вот, мы недавно собирали, да, комиксы по Марву, вот, кстати, они, да, видите, я их разложил, да, видите, конечно, по-моему, их не до конца мы собрали, потому что их перестали в нашем городе выпускать, потому что, походу, только мы одни их покупали, вот, и цена у них стала слишком высокая, да, и мы не могли себе позволять их дальше забирать, и вот вышла еще одна коллекция комиксов, тоже, опять же, они нас заманили вот этими картинками, которые сзади получатся. Ценой, ценой заманили, вот, ценой 149 рублей, кстати, первый номер Marvel стоил 99 рублей, очень дежево, вот, опять же, соберете полностью вот эту вот штуку, вот, в принципе, мы сейчас распакуем, посмотрим, как всегда тоже у Marvel был вот этот журнальчик, которым тоже рассказывал, сколько будет номеров, какие там, кто работал над этим, какие персонажи там, ну, там, основные их там перечислили. Разве были журналы, кстати? Да, 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 у меня тоже есть журнал Marvel, просто он не здесь лежит. В первом выпуске? Да, 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 в первом выпуске. А, только в первом, да. Только в первом. Ну что, сейчас начнем распаковку. О, у меня уже руки чешутся. Так, возьмем ножик. Ёбич. Давай. Я боюсь, пусть комикс еще сам. Ладно. Все лучше делать своими руками. Оторвали. Ну, тут, опять же, так же, как и в Marvel, написано, что будет в комиксе, то есть, рассказано. Кстати, я сейчас стал перечитывать все комиксы Marvel. И, знаете, я даже начну, наверное, новое... Я перешу толку. Новое, типа... Да, спасибо. О том, как распаковывать книжки. Короче, новая будет рубрика о том, ну, какие мои впечатления после прочтения комиксов. То есть, возможно, будут выпуски, в которых я буду рассказывать о старых комиксах, которых вы уже все забыли. Вот, скажу, наверное, какие лучше покупать, ну, если будет еще раз Marvel, ну, я не знаю. Ну, то есть, какие комиксы стоили, тех денег, за которые за них заплатили. Которые комиксы меня больше всего заинтересовали, которые не очень, вот. Ну, я думаю, будет у нас такая рубрика. Вот, значит, распечатали, значит, книжку плюс 16. Так что, пап, заканчиваем. Все, заканчиваем видео, все, выключаю, ну, нафиг. Так, мы решили так, что кому нет 16, те выключают видео, да, наверное, или как? Нет, ну, это была шутка, ладно. Да, ну, хорошо, это как Хэнк опять же. Вот, тоже так же вот. Давайте даже вот я возьму... Сравнить, да? Сравнить, да, вот я хочу сравнить. У меня прям их желание. Руки чашицы, да, вытащить. А, ну, давай. Не вредно, что-то. Ну, а вот как ты считаешь, вот взяли те комиксы, не жалеешь ты, что вот их взяли? Может, они лежат мертвым грузом, пылятся, нет? Нет, я же говорю, я сейчас их решил перечитать, потому что меня как-то чуть-чуть не надоела литература всякая, или там книги Стивена Гинга мне тоже уже поднадоели. Поэтому я решил, что сейчас буду, наверное, комиксами. Видите, тоже такое же вот у них похожее оформление, в принципе, да? Ну, вот давай я поближе покажу в камеру, смотри, вот она не такая гладкая, вот как здесь, да, смотри? Да, да, здесь такая гладкая. Здесь как бы блестит, а здесь как бы вот здесь блестящий цвет, а здесь вот такой. Ну, цвет интересный. Сейчас я покажу. А тут, кстати, тоже сзади персонажи нарисованы, как и здесь. Сейчас я покажу вот эту сторону, да? Да, и хотел объяснить так немножко причину, почему мы их взяли. Во-первых, я вообще не фанат «Звездных войнов», на самом деле. А я, кстати, смотрю все части. Я не посмотрел ни одного фильма, и нового не посмотрел, к сожалению. Нет, я смотрел. Но, во-первых, заманила цена, 149 рублей, все-таки, во-первых, хорошо оформлено. Просто посмотреть, может, у меня появится интерес, и появится интерес к фильму, да? Ну, ты покажи название, это как «Легенды», да? «Легенды» называется. Да. Нет, название вообще пишут здесь, но… Нет, нет, вот смотри, самого выпуска, вот, смотри, на желтенькое. Подержи, пожалуйста. Вот здесь вот написано всегда название, если посмотреть, если посмотреть. Видишь, «Легенды» везде написаны, «Легенды» везде написаны, название написано внизу, вот, например, «Юмная сторона». Вот как это все выглядит, и что здесь вообще будет. Давай сначала журнальчик маленький, вот, начнем вот. Да блин, мы уже это распаковали. Ну, начнем с него, все-таки. Этот, все-таки, комикс, он самый главный, это напоследок, так сказать, оставил. Журнал? Нет, именно сам комикс, а журнал можно сейчас посмотреть. Давай я тебе сам. Ты как с ножом плохо работаешь. Да нет, ты неправильно делаешь. Дай-ка, дай-ка. Нет, зачем тебе вот его отковыривать, вот, когда можно просто смотреть. А, ну да, там же он. Там воск. Ну да, понял. А, воск. Чувак, смотри. А, нет, я перемотаю. Не мотаешь? Да нет. Не надо. Да уж. Или мы, как Навальный в конце, Навальный в конце видео будем делать. И укладывай, да, это, конечно. И в выпусках Максов, ну, сто пятьсот, сейчас стали так же делать. Так, что здесь вот. Опять-то то же самое, вот я, я говорил, вот это. Нравится ли, главное, журнал? Вот. Отложим вот сюда же. В сторону. Вот. В принципе, ну, у нас тут опять плакатик. Нет? Нет? А, хотя нет, есть плакатик. Или нет? Нет, мне непонятно. Вот. Йода, Оби-Ван, Кеноби, Кеноби. Билан. Блин. Я половину из этих имен произнести не могу. Ну, давай покажу. Зарейки, поближе. Вообще, у плохих персонажей имена проще произносится. Там, Дарт Рейдер, Дарт, там, может? Сейчас, мы поговорим. Ну, кстати, следующий выпуск, да, 299 людей. 300 почти, да, 300. В принципе, это ещё терпимо, не 500 как-то, да, были ли? Нет, ну, 500 были уже на шестом только в выпуске у нас появились. Чем дальше, тем хуже, да? Да. Да дай ты мне. Так, я сам хочу посмотреть, просто. Ну, я хотел зрителям показать, а ты просто выхватываешь. Не, ну, тут, в принципе, ничего такого интересного. Давай, тащи сюда. Комикс. Так. Что у нас тут? Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. После уничтожения Звезды Смерти повстанцев преследуют имперские войска. Значит, опасаясь, что в ряды повстанцев мог проникнуть шпион, принцесса Ле Аргана или Органа? Аргана, да, наверное? Создаёт секретную эскадрильную истребителей крестокрылов среди этих пилотов и люк Скайуокер. Перед ним стоит двойная задача. Разоблачить шпионов и дойти место для новой базы подстанцев. Ну, ладно, я чуть-чуть вклинюсь. Вот, играли, кстати, в игрушку на PS4, Star Wars, Battlefront. Ну, вот, я хочу ещё сделать потом обзор всех своих дисков, да, но потом, может быть, и расскажу, как бы, про этот диск. Сейчас будет, кстати, вторая часть, на второй части будет синглплеер, а здесь в основном такие мультиплеерные карты, ну, можно и так без интернета погонять с ботами. В принципе, взял тоже по акции диск, так бы не стал брать. Поиграли, Илья тоже, кстати, играл, да? Как тебе игра? Ну, так, трудно. Трудно, да? Короче, что я могу сказать о рисунке в плане... Давайте с рисунков, да, начнём. Ну, если в каждом комиксе будет разный стиль, как было в тех же комиксах Marvel, то есть, во-первых, что я любил в комиксах Marvel, в каждом комиксе свой стиль нарисовки, и если так же будет и здесь, то, в принципе, будет нормально. Я не скажу, что прям рисунок очень хороший. Давай, откажу поближе, что ли. В принципе... Ты рассказывай, а я буду показывать. Почему нет? Шериф нормальный, всё, в принципе, понятно. Вот. Как же пахнет полиграфией классно вообще. Кстати, вот я смотрю, я тоже, ну, на комиксы делал уже обзоры, да? Достаточно интересно нарисован. Я буду... Вот я буду читать это. Мне это интересно. Я люблю «Звёздные войны», обязательно почитаю. Возьму там на работу, я не знаю, во время обедов почитаю, когда будет время. Ну, давай, ты теперь ещё рассказывай. Я посмотрел, вот так, мне понравилось. Такой беглый взгляд. Вот. Ну, в принципе, комикс неплохой. Так, посмотрим тут так же в комиксах Марвел. Ну, тебе просто трудно судить, знаешь, почему? Потому что ты не следил, как бы, за серией «Старвардс». Я, как бы, смотрю каждую серию. Ну, я думаю, что надо тут пояснение, вот. Обложка трёх комиксов серии «Звёздные войны», наверное, первой. А, это, видно, были какие-то комиксы ещё в Америке, в «Звёздных войне». Это у нас, типа, их в России уже переиздали, как бы, вот, под новые. Вот, в 2013 году, значит, американское издательство Dark Horse Comics решило запустить новый комикс, посвящённый вселенной Джорджи Лукаса под названием «Звёздные войны», чтобы читатели могли узнать, что происходило с их любимыми героями между четвёртым эпизодом «Новая надежда» и пятым эпизодом «Переносит ответный удар». Ну, что я тут, в принципе, рассказал… Ты вообще ни одной серии не смотрел по тебе? Нет, ну, я просто смотрел в 99-м году, которая была, по-моему, это не Джордженко снимал. Нет, он все снимал. А, он все снимал. Что я хотел сказать? Нет, кроме последних. Последнюю снял Джей Джи Абрамс. Что я? Ну, знаешь, Джей Джи Абрамс? Последняя, да, новая. Джей Джи Абрамс, которая сняла «Супер-8». «Лост», да. «Супер-8». Что я хотел сказать именно о съёмках. Я всё-таки, я как режиссёр больше. Ну, я люблю про режиссёр. Ты уже режиссёр. Ну, нет, почему? А, ты ещё не режиссёр. Вот, короче, что хотел сказать. Вообще, Джордж Лукас, он же друг Стивена Кинга. Ой, Стивена Спилберг. Ой, Стивена Спилберга. Господи. Вы же, это Стивен Кинг по всём. Да, 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 он уже преследует просто с книгами. Оно, сейчас новое оно ещё вышло. Ну, блин, не буду сейчас забегать. Так, давайте не уйдем об этом. Да, да, да. Забудем про Стивена Кинга. Так вот, Джордж Лукас, они запустили, значит, сначала вместе фильм «Звёздные войны», а потом уже «Индиана Джонс» вместе. Кстати, «Индиана Джонс» так звали собаку у Джорджа Лукаса, «Индиана». Вот, там же даже в фильме это говорили, да? А что о «Звёздных войнах» это он получил очень много Оскаров, там, всяких технических. То есть, там, лучшие спецэффекты, там, лучшие... В 77-м году? Да, ну да, 77-м год, да. К сожалению, его признали не лучшим фильмом года, несмотря на то, что он очень такой масштабный был. Ну, кстати, фантастику редко признают. Для того времени... Хотя, вот, «Властелин колец», как бы, фэнтези признанен, да? Да, а фильмом года был какой-то фильм про какого-то парня, ну, какой-то фильм, который уже никто не помнит, собственно. Вот, когда те же «Звёздные войны» уже стали легендой, только не для меня. Вот, потому что, если не смотрел пока, да. Ну, тебе будет повод посмотреть, почитать комиксы, посмотреть фильмы, я думаю, может тебя заинтересует как раз. Будем вместе смотреть, я с удовольствием пересмотрел бы первую часть эпизоды. Там приходилось им рисовать идти у мечей, то, что лазерные, вот это никакой, потому что тогда еще компьютерной графики не было, маленькие декорации всяких кораблей. Вот, конечно, Джордж Лукас проделал огромную работу. Вот, в принципе, я очень доволен комиксом. Ну, мне понравился. Да, действительно, пересмотреть все эти фильмы, посмотреть, для меня посмотреть. Вот, и... Напишите в комментариях вообще, да, как бы, как вы любите «Звездные войны». Это у нас «Звездные войны», это типа как «Светлая сторона». Другие выпуски, там, ну, следующий выпуск, он про темную сторону, он так и называется «Темная сторона», название как бы этой истории или «Судьба Дарта Вейдера». Это следующий, дай, покажу. Вот он как бы выглядит. А, Дисней, кстати, видишь тут, Дисней, Лукас Артс. Ну, я же говорил, что Дисней помогали... Это тоже «Хашет» ты не сказал, кстати, «Хашет коллекция». Да, «Хашет коллекция» тоже. Что я хотел сказать-то про Дисней, вот эти, что относится к фильму «Омерзительная восьмерка», они не давали ему долго, потому что кинотеатр они делили вместе. Вот, так что... Ну, супер, в принципе, почему нет? Но всё равно для меня... Давай ещё раз покажем, вот, как он. Потому что, может, кто-то хочет ознакомиться, как-то больше поклонник Марбелу. Смотреть. Ну, смотрите, да, нарисовано классно, в общем-то, посмотрите. Классная полиграфия, классные картинки, комиксы, да? Я думаю, будет интересно почитать, посмотреть вообще всё это. Особенно тем, кто любит и следит за серией Star Wars. Я, например, как бы люблю их, не пропускаю ни одну часть «Звёздных войн». Буду читать обязательно. Что хотел ещё-то сказать. Ну, подписки новые... Лайки ставьте, да. Не забывайте ставить лавки, да, чтобы нам был как бы стимул снимать дальше. Да, вот. Я не знаю, лайк поставить – это недолго, а нам приятно. Да. Просто такая кнопочка есть. Ну да. Пальчик вверх стоит, вот. Ну ладно, спасибо. Спасибо за просмотр и всем пока. Всем удачи. Комикс называется «В тени Явина». Книги «Звездные войны». 挺 он. Субтитры создал DimaTorzok О, в тени Явина.